Запорожская городская общественная организация инвалидов «Победим рак» более 10 лет помогает онкологическим больным в социальной адаптации после проведенного лечения. Поскольку в области сохраняется высокий уровень заболеваемости и смертности от злокачественных новообразований, а лечение запущенных не всегда эффективно, проблемы профилактики, ранней диагностики и реабилитации решили обсудить за круглым столом с профильными специалистами. Ранняя диагностика не всегда своевременна, профилактика проводится на недостаточном уровне, а реабилитация как таковая практически отсутствует, говорят врачи. Все это способствует увеличению числа нетрудоспособных граждан, а государство несет большие финансовые затраты на обеспечение пенсии по инвалидности. Между тем, говорят врачи, у них есть четкие программы «Как победить рак». У нас есть совершенно четкие практические программы по борьбе с табакокурением, как нужно предотвратить лоббирование вот этих фабрик и заводов, которые производят сигареты. Это раз. Потому что 30% всех раков – это табак. Это управляемый фактор риска. Мы должны на это обращать внимание. Мы обратим внимание государства на так называемые профессиональные раки. Участники круглого стола отмечают неудовлетворительное состояние онкологической помощи населению в области. Считают, такое положение связано с недостатками в ее организации. По результатам собрания принимают резолюцию, в которой предлагают создать постоянно действующую комиссию по контролю за работой областного онкологического диспансера. Рассмотреть вопрос создания многопрофильной университетской клиники на базе 9-й клинической горбольницы и городского реабилитационного центра. А в штатное расписание онкологических учреждений ввести онкопсихолога. Продолжение следует...